Всем привет! У нас следующий день. Сейчас три часа дня. Гуляет. Где сосиска? Сосиска где? Ах ты лопух, ах ты балбес, балбесенок. Ты целаясь на всех, а? Хорошая погода. Вот такой ветерочек. Он небольшой, северный. Чувствует, что холодно. О, это у Маши. Эй, привет! Маша готовит нам рис. Сейчас пойдем, посмотрим, все там они творят. Лич, сидеть, 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 сидеть. Причем ты ко мне идешь? Держу сидеть, говорю. Сидеть. Балбес. И кормить я после этого сосисками. Иди, давай, беги. Сидеть. Сидеть. Вот так. Молодец. Сидеть. Сиди. Кушать хочешь? Иди кушай. Давай, иди. Иди домой. Иди кушай. Солил? Чего? Солил? А? Солил на рис? Нет. Солил? Ты же варишь, а не я. Ты же варишь рис, а не я. А он что, ты солил? Нет, я не солил, ты солил. Что там Маша делает там? Варит нам. Ничего не делаю, но ты делаешь. Я делаю? Да. Я не делаю. Так что ты тебя так и будет тесить нос? Портить весь вид. Ну что тут Маша делает там? Ничего себе. Морковь-то добавляешь? Маша, морковь просто добавли. Просто высыпать ее? На крышку? На крышку? На крышку. Дай что делай, то Муль. Ничего, не мешайте. Не мешать? А как, она так и будет кучей лежать? Ну, потому что мы ее нянутся. Мы ее не обстраиваем, поэтому она должна на пару прихватиться, а потом перемешать. Прихватиться? Что, закрывай снышкой, Маша? И убегай. У тебя есть 15 секунд, чтобы убежать. Солить ты нужно, Жей? Маш, Маш, ты солила? Потом посолит. А потом посолила, ладно. А дыночку вставлять или нет? Или плотно надо закрывать? А ты здесь будешь смотреть, чтобы не убежала? Я здесь не буду. Маша здесь, а ты еще уходишь туда. Ай, смешно. А что будет на вторую часть? Котлеты? В смысле на вторую часть. Котлеты готовь. А что, у тебя камера со стороны была? А я хочу так. Кто так делает? Я? Так, ну ладно. Сейчас посмотрим, что тут Маша нам наготовила. Это не я. А кто? Так. О, какое мясо. Маша, а что это за мясо? Ты где-то взяла вообще? Это рич. Это рич? Ты рич? Ты ричу порезала? Вот такой Маша получился рис. Вкусный. А это индейка. Ах, это индейка? Да. Это индейка. Нам сказали. У-у-у, уже почти наготове. Подходит уже. Куда подходит? Подходит. Уже пора. Скоро будем пушить. Даня, он лишь математикой занимался. Даня, математикой занимается. Смотри, черновики как у нас летят. Подожди, а что он делает? А? Ты у нас пока не как черновики летят? Сейчас. Куда они полетят? Ха-ха-ха-ха. Летят. Летят, летят. Летят. Ручек столько. Сидишь, занимается. Где? Наш математик. Вон, видишь? У-у-у, черновики, черновики. Вот. Решаем. Надо завтра отправить учительнице. В общем, 15 задач будем делать. Ну, а это немножко так. Испачкалась. Ручка течет. Что-то стала какая-то странная. Ты же накидываешь, 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 под топлась? Конечно. Все под 100. Все под 100. Все в топку. Все в топку. Я там уже положила кучу. В топку? Нет, туда. Я вчера привез из дома целую сумку в топку. Всяких старых журналов там. Вот кофта сейчас жарко, я не одеваю. Очень важная информация. Так, ну ладно, может, что там уже пара кушать? Хотя я монтирую. Да-да. Я кушать хочу уже. Можете есть. Зван покушать и дальше математику продолжать делать. Нет. Паша, я выключаю мясо. Да-да, выключаю. Точно? Можно? Можно, да? Да, можно. Так, кто назвали, так нет? Кто сегодня ответственный по кухне? Мама, можно? Мама, можно? Что? Выключать мясо? Мама, можно мыть посуду? Выключать мясо? Я так и поняла. Все на меня. Я спросила, можно ли мясо? Можно. Как все, поехали. Куда поехали? Кушать мясо. Так, я смонтировал видео. Все же не его запустят на монтаж. Что-то кое-что добавит и будет нормалек. Данька что-то ему закрывает. Видишь, что-нибудь набегался на улицу. О, отрубился. Клещей там нет, но... Пока не прыгают. Потом видно будет. Почти целый день на улице провел. А? Да. Кто-то он держит, никуда не хочет. Короче, он лежит в отрубе. В отрубе. Выхожу я на улицу. А Сережа тут уже делом занимается. Не может он не заниматься. Покажи, что это. Перилина. Красят тут на бочке. Ты, Сереж, пока покрасил вот эти? Краска хорошая. Вот краска Сереже не нравится? Ну, это прошлогодняя. Угу. Тут банка плоскутая. Вот так. Ну, можно потом докупить, когда можно будет уже правильно. Белую. Докрасить. В общем, вот так перилом покрасил белым. И сейчас. И сейчас вот красит. Валясь. Ветер такой. В общем, Сережа говорит, что краска трескается сразу. Краска сразу трескает и делается, как будто она старая. краска. Это мы будем на лестнице делать валясины. Пользуюсь своей палкой. Которая взялась дома. Вот она удобная. Скакай же быстро. Может это побелка? Нет, как раз. А старая была открытая. Где ее сболтнул хорошенько? Может все равно она улетит. Старая. Угу. Пойдет. Кстати, в Москве и Подмосковье вели все-таки QR-коды. Пропускной цифровой режим. Но пока только на поездке на автомобиле. И на общественном транспорте. На автомобилях и на общественном транспорте. Я, кстати, уже заходила в Мосру. Там написано получить электронный пропуск. Два раза в неделю его можно получать на какие-то личные цели. В поликлинику можно получать его сколько угодно раз. Но надо подтверждение поликлинике, что ты записан. В общем, ну как бы так. И те, кто работают, им дается до 30 апреля такой пропуск. Вот. Но очень интересно, если люди вот прописаны в Подмосковье, а живут по факту в Москве и даже сейчас работают официально. Где им брать? На московском сайте или на сайте региона? Вот эти пропуска. Вроде они должны быть, работать и там, и там. Можно взять где угодно. И то же самое вот москвичи, которые живут в Подмосковье. Некоторые живут постоянно, кстати, в своих домах. Ну или как мы. Приехали нам где брать? В Москве или в Подмосковье. Вот. Сегодня первый день. Он тестовый такой. Со среды. Сегодня понедельник. Со среды будет это уже обязательно. Там уже штрафы будут. Мы посмотрим за эти два дня, как они это наладят. Пока мы и не выезжаем никуда. Но если нам надо будет, то, конечно, вопрос остается открытым. Куда, на какой сайт нам обращаться? Московский, подмосковного региона. И вообще интересно. Если ты едешь в магазин с дачи, то есть ходить можно, без пропусков. Они говорят, типа в магазин ходите. Но надо вот так. Кто живет в области, в домах, они пешком-то не дойдут до магазина. У них просто в пешей доступности нет магазина продуктового. Поэтому только на машине. Получается, что это у тебя не просто две личные поездки, а поездка в магазин. Сюда же входит. Вести надо на заправку и так далее. Мы будем смотреть, как это будет реально работать. Так у нас уже за 20 часов ночи я вышел. Мусор выкинуть. Ну и с ищем погулять. Вот так вот мы с ним гуляем. Сегодня какая-то темень вообще. Воно было. Небо было чистое сегодня. Очень темно. Он гуляет с фонарем. На улице где-то около нуля. Так оделся я нормально. Как-то по-зимнему. Холодно очень. Темень. Где еще? Давай вперед идти. Давай. 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 Такая вот темень стоит. Самое главное тишина. Так что сегодня был вот такой вот тухленький денечек. Женя там занималась зданием уроками. Маш тоже занималась уроками с бабушкой. Я там дела поделал, небольшие по участку. Так что такой вот тухлый денечек был. Так что подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем всего хорошего, завтра увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok